Воскресенье Воскресенье в нашем храме после службы настоятель вместо проповеди поздравлял именинниц, не работниц храма, а простых прихожанок. Подарил каждый красивый букет цветов, сказал простые от сердца слова, а хор на клиросе пел многое лето. Такая у нас в храме традиция поздравлять всех. И она мне очень нравится. После службы в трапезной был праздничный обед, куда были приглашены все желающие. Для именинниц матушки в трапезной испекли торт, приготовили вкусное угощение из продуктов, которое все прихожане, то, что может, привозят сами. Совместная трапеза после службы – это тоже традиция. Бабушки, дети, семейные – все вместе. Настоятель тоже, конечно, здесь. Все сидят за одним столом, кушают, общаются по душам, разговаривают. В моем родном храме, после того, как старый настоятель уехал, этого, к сожалению, потом не было. В трапезной ели только работники храма и священники. И он перестал быть для меня родным. Мне в жизни не очень-то нравится, когда каждый сам за себя, до других дела нет. А в храме – тем более. Хотя некоторые скажут, что-то за меркантильность такая. Мы ведь не обедать в храм ходим, ко Христу. Между нами я почти в трапезную не хожу. Разве иногда чай попить, с людьми пообщаться? Но для меня важно отношение. Ведь храм – это не госучреждение какое-то, или там больница. В храме важно чувствовать себя родным, чтобы это было место, где тебе рады, и не только святые ангелы. А в нашем храме, когда есть возможность, она появляется, если бухгалтер месяц откладывает, экономит на всем. Настоятель нанимает автобус, чтобы везти всех желающих по святым местам. Кто может – платить деньги, остальные – бесплатно. Про соборование, думаю, и так понятно. Как говорит настоятель, главное, чтобы у человека было желание изменить свою жизнь за Христом. А если он не увидит в храме настоящую нелицемерную любовь между людьми, никакие красивые слова и проповеди уже не помогут. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова